Всем приветствую на своем канале. Проперла меня на видео. Хотела записать пустые баночки, но прочитала комментарий с запросом. Решила записать видос на запрос. Видос о моей фигуре. Люди, я сейчас офигела. Я такая жирная корова, оказывается. Нет, конечно, кто-то скажет, что тебе это нормально, кто-то скажет, что ничего такого, но там много чего скажется. Но на самом деле, когда-то Лёля весила 47 килограмм. Потом Лёля съездила на сессию, и что-то Лёля было лень готовить, а было очень много уроков, занятий и так далее. И у нас в общаге там получилось, в комнате, да, я в общаге жила, на сессии, как у меня в Кульке когда училась. Девчонки были, и, в общем, одна девчонка очень хорошо готовила, но и не всегда бывало. А другая девчонка примерно так же, как я, ну, что-то запарывалась так, что вообще некогда было реально иногда и поесть-то. И мы что-то лопали шоколадки, 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 и Лёля приехала колоком. 50, по-моему, она стала весить. Потом, знаешь, Лёля как-то похудела, и в 2005 году Лёля весила 47... А, нет, 49 уже весила. Тогда похудела, но снова поправилась слегка. И в 2005 году, в сентябре, меня что-то турнули в санаторий, я не помню, уже соли какие-то там, ну, где-то в Ярославской области. Мне тогда сказали, вот, у тебя больной желудок, опущенный у меня оказался желудок, значит, тебе надо там есть 6 раз в день, соблюдать диету, всё, что тебе дают, значит, в санаторий надо это жрать. Кушать, лопать, хавать. Ну, и получилось так, что я туда уехала, 49 килограмм приехала, надеюсь, вы седите 68 килограмм. Я два года скидывала эти чёртовы килограммы, я не знаю, как вот. По идее, там всё вот так же ела, как обычно, но чё они мне такое давали, что меня так это... Обмен веществ резко так снизился, испортился, вообще замедлился. Это, не знаю, я овощи тушёные ела. У меня это... Есть там альбом такой, я не знаю, он... Или он для друзей, или он всё-таки открытый, там такая компроматная фотка, я то ли с пивом, ну, либо этим безалкогольным суетом, то ли чё-то такое, там, в общем, мадам одна наша, я и ещё один чувак, я тогда организовывала концерт. В общем, группа была такая пластилиновая нива ярославская, если кто Ярославля смотрит, то вообще должны знать. И как раз это с Кульком тоже связано, ну, и, в общем, был там такой Александр Разгулов, вообще-то у него псевдоним, фамилия, по-моему, Понедаев, и, ну, мы практически уже не общаемся, уже давно не общаемся, но суть такая, что там есть фотка, вот как раз он, я и ещё одна мадам, тогдашний редактор, уже с предоедетой, и тогдашняя моя типа подруга. Ну, из тех подруг, которые типа подруги, в кавычках, которые... Сейчас не о них видос. Ну, и, в общем, там я вот как раз именно в те 68 килограмм весила, там такой этот второй типа подбородок, там вообще талия куда-то уехала. Я даже не знаю, сколько я там по параметрам была, ну, жуть, я ела тушёные овощи, ела морковную, какой-то диета была, морковный салатик, яблочко с морковкой, морковка с морковкой. Моя сестра там попила, что если я не похудею и не буду соблюдать какую-то вот именно такую диету, то значит она со мной там разговаривать не будет, или что-то в этом роде. Я не знаю, как мне это так получилось, но за два года я, значит, этот, как-то скинулась обратно до 49. Потом у меня уже 50 было, 50-52, и вот у меня такая фигня в здоровье, в наследственности, не знаю, как это называть, но, короче, если я в 52 килограмма перепрыгиваю, то меня вот прёт, 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 прёт. И вот последние где-то месяцев 8, может быть, это стресс от того, что вот я там за бабушкой ухаживала, и она мне нервы мотала, она и при здоровом-то состоянии нервы мотала, жуть. Ну, вот последнее тогда это был вообще ад. У меня тогда что-то здоровье стало, я часто болела, у меня то, сего 5 до 10, короче, я вешу 58 килограмм. Сейчас, вообще, колобок. Я стараюсь не есть сладкое. Последнее время, ну, как-то, меня даже не тянет на сладкое, когда я занялась велосипедом, да, кстати, вот там был вопрос, ну, занималась ли я спортом, в детстве я ездила на лыжах с мамой зимой, соответственно, ну, это до 15 с половиной лет, да, и потому что авария случилась с 8 октября 99-го года, мне как раз тогда еще было 15 с чем-то лет, и каталась на велике. Ну, плавать я не умею, ибо боюсь воды, это отдельный видос, там что-то о моих страхах, если интересно, гляньте на канале. Ну, и на велосипеде я в деревне, я ездила потом уже исключительно летом, ну, с мая по сентябрь, когда получала, да, а в мае этого года я купила себе велик, так получилось, что я поняла, что надо его купить, сейчас даже вспомню, 5860 рублей он стоил, там еще 563 типа того корзинка, 600 с чем-то запорчик, причем я лоханулась, а мне-то не сказали, что можно купить там за 200 с чем-то кодовый, я купила с ключиком. Самое дорогое, которое в магазине посоветовали, увидев лоха, в лице меня, ну, действительно, лох тогда был. И я старалась каждый день ездить на велосипеде, я не ездила на велосипеде в общей сложности, по дням, сейчас скажу, со 2, ну, где-то 2 или 3 мая я купила этот велик, до сегодняшнего дня, включительно, сегодня я как раз каталась, после работы досада, и я старалась ездить на большие расстояния, на маленькие, ну, по нескольку раз в день, один раз в день, я настолько обленилась, что я на велосипеде езжу в магазин, который у нас вот там минут 5 от дома дойти, даже до такого магазина. Ну, я считаю, что я обленилась. Ну, другой стороны, да, когда вот у меня зимой, у меня там, по-моему, до прошлого года у меня какое-то время, несколько лет подряд дома стоял велотренажер, когда я занималась по 5 минут, когда я там раз в неделю, когда я по несколько минут, по несколько раз, по несколько минут в день, ну, велотренажер, конечно, это не то, потому что ты едешь на велике, достал вас человек, достали вас люди, вот просто вы устали, в любой ситуации зайдитесь на велик и варите куда-нибудь. Я не знаю, как там будет зимой, конечно, но сейчас я стараюсь ездить на велосипеде, короче, грубо говоря, с учетом, что я еще в деревне была, ну, мне там товарищ, наш сосед презентовал на летнее пользование свой старый, оказывается, спортивный велосипед скоростной, ну, там, я не знаю, там, по-моему, от спортивного скоростного велосипеда остался только педальный тормоз. Я даже не знаю, есть ли он у скоростных вообще, потому что я не умею на эти скоростные ездить, у меня чуть-чуть как-то не доходит. У меня тупо обычный велик складной, дорожный, городской, или типа того, ну, и, в общем, сейчас я соображу. В общей сложности я пропустила этот велосипед в днях, 10 дней. Я не ездила вот на велосипеде, когда, допустим, я ездила в Ярик-Каленке, если я возвращалась поздно, ну, соответственно, я не ездила. А так у меня несколько раз было выезды в деревню Выдры, это 10 километров туда, 10 обратно, иногда я еще умудрялась куда-то поехать после этого. Но у меня первое время очень сильно болели ноги в коленах, я думала, что я еще почитала, кучу всего в интернете, решила уже, что мне нельзя кататься на велике, что там какие-то противопоказания, оказалось, что это просто... Я раньше ездила в деревню, ну, там, каждый день старалась, если в деревне была на велике, ну, правда, последние полтора года, не считая этого лета. У меня велика не было, благодаря моему двоюродному деду, который по пьяни сжег покрышку, а велик оказался из Советского Союза, и покрышки на такой велик уже не продавали. Ну, и я хожу много пешком, я стараюсь ходить пешком, в деревне я ходила пешком, если у меня не было велика, ну, конечно, туда, куда на велике съездишь, не всегда можно пройти пешком, и не всегда это удобно. Хотя туда, куда можно на велике съездить или дойти пешком, сейчас недоступно, потому что последние три года у нас там медведь ходит, у нас там охотничья зона, и вот в одном месте медведь ходит, ходит, ходит. Как-то напороться на медведя я вообще не горю желанием, я как-то... Потому что сослеву чуть было не напоролось на кабанов, так это метров десяти они от меня были. Почему они тогда что-то близко к деревне подходили, я точно не знаю, лет десять, может, назад было. Но суть такая, что я, если из спорта, то я хожу пешком, я езжу на велосипеде, и сейчас я только что смерила свои эти параметры, офигела, решила записать. Но грудь у меня понятна, это невооруженным глазом, не знаю, кем надо быть, никем не надо быть, чтобы понять, что у меня нулевой размер груди, я этого не стесняюсь, у меня как-то фиолетово. В общем, у меня, если я правильно смерила, ну, она, видимо, я тут залила, что она выросла, она выросла у меня на один сантиметр, вообще, писяц, циски выросли на один сантиметр, в общем, у меня 78 сантиметров объем груди, талия жирная, я корова, 66 сантиметров, бедра у меня 95 сантиметров, бедра. Я ездила на велике, я думала, что у меня благодаря велику эта талия куда-то уменьшится, бедра хотя бы куда-нибудь уменьшится, и, ну, я еще делаю зарядку утром, гимнастику внутреннюю, в каком-то видосе я вроде про нее говорила, еще кто-то меня стебал, что написать это на камеру, ну, невероятница вообще. И что же там еще-то было, она была, конечно, ну, я вообще могу с этого, хотя нет, наверное, не загрузится, хоть у меня и Wi-Fi тут. Wi-Fi, Wi-Fi. Ну и что? Что на диетах, как я питаюсь, я стараюсь более-менее правильно питаться, я около пяти лет не ела по собственному желанию, если, допустим, только в гостях, от безысходности, да, я считаю, что если в гостях, то уже как бы не хочешь вроде как родню там это самое обидеть, да, то приходится... Я не ела больше пяти лет колбаски, сосиски, вареные колбаски, сардельки, вот все, вот это вот, но две недели назад мне... я в очередной раз чуть не глупнула ластами и моя тетя вынесла мне мозги, что вот типа... Один товарищ вынес мозги, что надо правильно питаться, веган, а друг... тетя вынесла мозги, я считаю, что у меня, допустим, грузится голова, я падаю в обрак, потому что я мало поела, ну, типа бывает, голодный обрак, да, а это вот потому, что я не ела мясо. В ее понятии мясо это и сосиски и сардельки, тут что-то я как-то уроднее лопала эти сардельки, и ярмолинские, я поняла, что они мне нравятся внезапно. И у меня теперь в холодильнике стабильно сосиски и сардельки, но сосиски я купила чисто потому, что когда я приехала из деревни, у меня как раз от жары мне стало плохо, и я попросила тетю в автобусе, из автобуса, когда я ехала в автобусе домой из деревни, просила ее хлеба с маслом купить, потому что у меня что-то было дома, а что-то не было. И я-то предполагала, что она мне булочку купит, мягкую беленькую, и она мне купила половину черного, она считает, что черный хлеб надо есть, что он полезнее, чем белый, а у меня обычно, когда у меня, допустим, голова крутится, хоть это, возможно, к фигуре не относится, но к диете, чем я питаюсь, то у меня спасает крепкий сладкий черный чай, иногда с ложкой бальзама, какого-нибудь типа карельского, или с ложкой красного вина, чайная ложка красного вина, в черный крепкий сладкий чай, если вы там страдаете какую-нибудь погренью, то вам тоже советую такую хрень. И белый хлеб, сливочное масло поверх белого хлеба и кусочек сыра. Все. Поднимет на ноги. Мертвого, скажем так. Ну, я люблю молочные продукты. Иногда у меня в силу того, что у меня желудок опущенный, гастрит и прочие эти прелести, то, что у подростков бывает, у меня оно так пожизненно осталось, опущенный желудок, благодаря одному нашему терапевту. Ну, и ты так ходишь на прием, а все нормально, все нормально, раз у тебя анемия 2005 года, желудок опущенный 2005 года, и еще куча всякой фигни, которая у обычного подростка бывает, а потом она проходит, а у тебя она теперь пожизненно. Ну, и я, в общем, я люблю кефирчики, сегодня покупалась и йогурт, но я понимаю, что йогурт это с химией, я стараюсь покупать то, что, в чем, допустим, нет пальмового масла, нет какого-нибудь, там еще масла непонятного, потому что у меня на некоторые, вот в последние полгода у меня аллергия возникает на какие-то химические компоненты, я стараюсь не покупать печенье, ну, печенье, вот эти все, выпечку, что-то такое, я смотрю на состав, внимательно изучаю, и если вот там есть, ну, 1-2 вот эти Е666, я еще могу пережить, но когда там 2 трети состава, вот этот, и химиотерапия, я не покупаю, я люблю вот такие обычные кефирчики, бифидоги, потом кефир с лактулоза, такое бывает, если меня кто-то из Ярославской области смотрит, то я просто не знаю, может оно в другой области не существует, не доводится, вот бывает такой кефирчик, в таких бумажных коробочках, и там такая божья коробка нарисована, еще кефирчики с крокодильчиком, это все, по-моему, рано сделает, это тут рыбинское, в рыбинске, короче говоря, рыбинское молочко, и очень мне вот нравятся вот такие вот, кашки молочные, когда худела, кстати, я лопала льняную кашку, продавались такие льняные всякие кашки, дорогущие обычно, а тут где-то год с лишним назад я случайно открыла для себя ту же самую льняную кашку, льняной жмых это называется в итоге, смысл-то один и тот же, но он намного дешевле стоит, и больше шансов найти, хотя у нас адрес закрылся, я тем не знаю, его можно будет купить, может на Азоне придутся искать, или еще где, и в общем я стараюсь как бы правильно питаться, после этого своего желудочного приступа я стала хавать кашку на завтрак, но правда у меня передус такой молока, что в последний раз, когда я молоко, извиняюсь, покупала, то у меня больше, чем пол-литровый пил кот, потому что что-то у меня молоко-то не лезло, жареное, соответственно, я не ем, я не ем селедку, я очень долго, лет 10, наверное, не ела селедку, вообще, когда, знаете, на эти все собрания, там, родни гостей, так это, приходите, там, куча всего, и вот были определенные продукты, которые я не ела по собственному желанию, то есть селедка, это копченая рыба скумбрия, которая вот не на костле коптили, она такая сухонькая, ее можно слопать, я ее могу есть, в принципе, можно, ну, не до дурения, конечно, а вот именно вот эти копченые, типа селедки, вот скумбрия, похожая на селедку, вот, вот, так же примерно сделанная, я ее не ела, я могла есть красную рыбу, то, что называется красная рыба, там это, как она, сенга или форель, но скумбрию или селедку я не ела, у меня бабушка, когда еще покупала иногда, ей тоже нельзя было, но она покупала в тайне от тюди, и иногда мне выделяла эту селедку, у меня еще как-нибудь так дойдет эта селедка, что ее уже есть нельзя, она все пытается вот съешь, и стабильно обижалась, если я что-то не ела, она вечно с ней терки получает, потому что мне вот это нельзя было, я знала, что если я съем даже кусочек этой селедки, то я потом буду лежать пластом, и мне придется пичкаться таблетками, в лучшем случае, в лучшем вызывать ваще в кору, и что я стараюсь не есть жареное, иногда очень хочется, ну, так вот, картошки, допустим, той же жареной, ну, два-три раза в год, в лучшем случае, я правда тут подсела на эту курицу, грели, последний раз как раз меня с курицей гректа, и, наверное, ей кирдыкнуло, в общем, ну, острая, в общем, острая, жареная, я не ем, соленая тоже, допустим, я очень люблю сало, но я его ела, последний раз, полгода назад, совсем чуть-чуть, угостили, а так вообще лет 7, наверное, если не больше, в общем, собственно, я ем тушеные, раньше терпеть могла тушеные овощи, зеленый чай, у меня так воротило, и этот хлеб серый, докторский, а вот сейчас как нормально уже, молочку, творог, я не знаю, йогурт, кашки всякие, а кашки вообще люблю, макарошки, соленые огурцы могу, мне иногда хочется рассольника, я его делаю, вообще куриный суп люблю, на удивление, вот я раньше, мне нельзя было свинину, мне как-то от нее воротило, но последние года 3, я нормально перевариваю свинину, но я терпеть не могу говядину, эту коровятину, у меня даже вот от свежей, вот этой вот, не консервной, консервной я еще как-то могу пережить, там в супе в каком-нибудь, да, а вот именно вот свежая, там что-то из нее сделано, как-то это я, я просто чувствую эту говядину, меня вот воротят от нее, мне лук я тоже не могу, но лук я практически всегда не могу, чеснок очень люблю, но ем редко, потому что мне его в принципе нельзя, ну в общем, я придерживаюсь такой диеты, для вот этих всех, у кого жил, минералки люблю за ходами, сладкая, меня иногда тянет, иногда нет, иногда вот надо мозгом поработать, и я могу слопать много сладкого, у меня никуда не отложится, а вот сейчас чего-то, но как-то, я не знаю вообще, по мне видно, что я 58 килограмм лишу или нет, но вот таля у меня, внезапно 66 сантиметров, блюда 95, а тиски как остались, 78, так и есть, ну 1 сантиметр прибавился, 7,7 они у меня были в школе, больше я их не мерила, а тут вот, смерила внезапно, но при этом я ношу размер 40-42 одежды, как-то так вот, 35 размер ноги у меня, все это надо, если это к фигуре относится, что еще к фигуре это относится, я не знаю, рост у меня 162 с половиной сантиметра, тоже наверное где-нибудь говорила, ну и если это сумбурно все, вот я не знаю, может надо было как-то там думать, но вот меня как-то торкнуло, я решила записать, короче, если я удовлетворила ваше любопытство, я очень рада, если вдруг еще какие-то вопросы возникнут, то конечно пожалуйста задавайтесь, я постараюсь как-то это обозреть или ответить, и если вы досмотрели до конца, то спасибо, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok